Друзья, сегодня я хочу с вами протестить самых 3 лютейших VPN сервисы, которые доступны будут для iOS, для Android и для Windows. Мы с вами затестим скорость каждого из них без VPN, с VPN. Я вам порекомендую установить только самые топовые VPN сервисы для ваших устройств. Поэтому досмотрите видео до конца, я вам все покажу и расскажу. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Я вам буду рассказывать на трех тех, которых я для себя выбрал, потестил. Они самые актуальные, самые интересные. Я даже пользовался тем, который оказался в не лучшем свете, как показали мои тесты. Поэтому давайте приступим. Для мобильного решения есть вот два VPN. Это будет у нас Proton VPN и VPN Master. Сначала я хочу затестить скорость, ту, которая у меня есть без VPN. Как видите, она у меня не включена. И затестим уже с каждым из приложений, то есть какая скорость у меня будет выдавать. Мое устройство подключено от 5 Гц, Wi-Fi передачи данных. И сейчас мы его затестим, то есть изначальную скорость, насколько она режется и какую лучше всего будет использовать. Я расскажу обо всех плюсах и минусах. Так, мы видим, что у нас 179 выбивает. Сейчас обновим страничку, включим VPN, начнем с Торн VPN, включаем США. Все, у нас VPN запустился. Вот он, как видите, работает. Начинаем тестить с VPN, какая у нас будет скорость. Ждем, пока у нас отдача пойдет. И посмотрим, насколько режется скорость. Но имейте в виду, даже если у вас до 100 мегабит доходит, то примерно урежется в 2. Сколько у меня там было? 179. Вот смотрим сейчас, какая скорость. Ну, примерно до 129. Ну, 50 мегабит срезало. Но это даже не в 2 раза. Теперь мы сейчас обновим страницу и подключим уже устройство. Вот эти вот 3 самых топовых я, в принципе, рекомендую. Остальное такое себе. Так вот, соглашаемся со всеми условиями. Сейчас у нас пройдет загрузочка. И мы разрешить. Введем пароль, если это потребуется, идет подключение. И у нас VPN уже включен. Теперь тестим уже при этом VPN и будем с вами ориентироваться. Ждем, пока страница у нас прогрузится полностью. И чтобы для устройства уже определить. Так, все, прогрузилась страница, пошел тест. Ждем. Я думаю, здесь результат будет примерно такой же, как у нас было с VPN мастером. А нет. Смотрите, здесь даже результат, ну, примерно такой же, как и с Proton VPN. Даже такой же, я бы сказал. Мы сейчас еще финалочку сделаем. Чтобы наверняка 136, но на 10 мегабит, по-моему, меньше. Обновим. Еще раз повторим. Отключимся здесь. Так. Еще раз включаем через Proton VPN. Выбираем Соединенные Штаты. У нас пошла загрузка. VPN включен. И тестим еще раз, какая у нас здесь будет скорость. Я думаю, что это самый топовый. У нас Turbo VPN приближен к Proton VPN. Очень даже приближен. Поэтому будем ориентироваться так, то, что нам покажет. Тот у нас выбил 133 или 136. Этот у нас выбивал, ну, такая же скорость. Такая же, 136, 129. Поэтому для себя ориентируйте. Это Proton VPN и Turbo VPN. VPN мастер себя не очень хорошо ведет. Через VPN мастер. Переходим в VPN мастер. Затестим, какая у нас здесь будет скорость. Просто нажимаем. У нас пошло соединение. Здесь реклама нам не нужная. Вот видим, VPN работает. Начинаем тестить скорость здесь. То есть там в 50 срезало. Здесь посмотрим, сколько здесь у нас срежет. Я не думаю, что будет большая разница. А может и будет. То есть изначально у нас было 179 при Wi-Fi. Вот они, смотрите, режутся. Очень даже хорошо режут. Очень сильно режут. Поэтому сразу говорю, что этот VPN мастер не использовать. Поэтому Proton VPN я вообще советую в целом установить точно так же на ПК. По ссылке перейдете и вы сможете его скачать. Регистрируйтесь, подтверждайте почту, устанавливайте на ПК. Но есть ограничения, потому что это будет действовать только на одно устройство. Это если вы заходите по учетной записи. Если же нет, то используйте так. Смотрите, я пытался открыть страницу. У меня ничего не вышло. Перезагружаю, ничего не выходит. Я вам предлагаю установить расширение. VPN бесплатно ZenMate. Вы можете зайти по ссылочке в закрепленном комментарии. Установить, разрешить это расширение. Вы его сможете вывести вот сюда. Включаете. Буквально считанные секунды. И уже это все дело работает. Нажимаем перезагрузить. Все, наш процесс идет. Никаких трудностей у нас здесь не возникает. Переходим в нужную учетную запись. И так далее. То есть полноценно это все работает. Вы можете его использовать как в Chrome, так в Opera, Mozilla, еще какие-либо браузеры. И в принципе это будет просто. Вот вы просто нажмите сюда, закрепить. И вы уже сможете нормально им пользоваться. Включать, выключать. Очень просто. Несколько кликов. Как поняли, друзья, есть некие нюансы. То есть VPN Master и Turbo VPN. Там слишком много рекламы, когда вы будете, допустим, переключаться. Я для себя выбрал Proton VPN. Он самый классный, самый интересный, по крайней мере, для телефона. Но там есть небольшое ограничение. То, что вы при установке можете использовать только на одном устройстве полноценно. Поэтому у меня для ПК одна программа, а для телефона я по другую учетную запись завел. То есть одна и та же программа, но две разные учетные записи. Советую точно вам так же сделать. Очень интересно, если вы провели тесты какие-то по этим же трем программам со своим Wi-Fi. Напишите мне в комментариях, какие у вас были тесты, какие у вас оказались результаты, какое приложение. Тест показал больше Wi-Fi, нежели может у меня будет отличаться. Для меня это будет интересно. Поэтому в комментарии вы найдете все эти ссылки на программы для iOS, для Android. И точно так же расширения для ПК, которыми я показывал, как установить себе на браузер Chrome. Поэтому, что я могу сказать, ребята? Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!